в среднем каждый житель россии за лето три раза выезжает на шашлыки и так происходит каждый год так у нас уже два раза было мы почти исчерпали лимит твой папа короче подбивает на еще раз у нас свои планы однако есть те кому с годами надоедает просто жарить мясо и общаться с друзьями и они начинают искать новых ощущений медленно превращаясь в шашлычных фетишистов сначала они предлагают кроме мяса жарить маршмеллоу и овощи потом они добавляют игры такие как города алиас крокодил и вот вы не замечаете как уже все вместе играете финальную сцену из парфюмера это владея говорится если ваша вечеринка не похожа на это не зовите меня и мир парень который за последние годы выезжал на шашлыки десятки раз за это время потерял всякий интерес к подобным сбором именно поэтому в его извращенном 30 минутными маринадами сознании начали возникать самые неадекватные садистские идеи просто блять коктейли решили поделать шашлыками нахуй так глупо банально но тем не менее смешно просто блять коктейли решили поделать шашлыками нахуй до пою глядя на эти кадры на ум приходит великая цитата классика вчера ты веселой компании жарил шашлыки сегодня ты веселой компании делаешь коктейли и жаришь шашлыки а уже завтра веселой компании жарят тебя как парень который еще вчера любил светлое фильтрованное сегодня перешел на дай кири и сколько времени займет путь отдай кири до дай кириллу обо всем этом расскажет специальный корреспондент вячеслав опять игра угадай где вячеслав вячеслав вам слова мясо в пакете уголь в брикете шампурик начищен с вечера ведь владимир все еще без женщины все это говорит о том что коктейльная вечеринка владимира на финальном этапе подготовки прямо сейчас мы пообщаемся с организатором владимир были ли какие-то сложности в подготовке кип блять сложности руку передаю про то что шампурик с вечера начищен мы уже рассказывали какие-то еще сложности были это владимир создатель самых масштабных пляжных вечеринок на огороде парень контролирует все от провизии до доставки участников до места назначения я за руль сяду блять все равно ехать похуй не поэтому владимир начал демонстрировать свои навыки вождения наша съемочная группа решила пообщаться с новоиспеченным гонщиком владимир я понимаю вам за рулем непривычно вы скорее подрульный пассажир но все-таки есть какие-то сложности на автомате сука проще некуда ездить блять на механике скакать пиздец а вы скакали на каком-то автомеханики это чтобы получить скидку в сто наху скидка блять сука я про коробку передач блять вы же говорили что коробка передач это телевизор и нахуй владимир лично контролирует закупки поэтому все необходимое всегда заготовлено заранее сосиски забыл купить сейчас я быстро парень является профессиональным организатором поэтому у него всегда все схвачено я не бабки не взял мне карту нихуя и счете наша съемочная группа решила все схвачено я не бабки это джек варигей ну так не взял мне карту нихуя и счете наша съемочная группа решила оказать финансовую поддержку молодому организатору спасибо бывает что не гандон добыв сосиски владимир сразу отправился на место проведения коктейльной вечеринки первым делом парень раскладывает все что нужно для создания коктейлей параллельно показывая потрясающее бармен шоу страшно по словам парня очень важно чтобы коктейли были охлажденные для этого у владимира есть авторские формочки для льда бармен отправил лед специализированную морозильную камеру и дал старт коктейльной феерии парень начинает классики поэтому первый коктейль кровавая мэри классический рецепт этого на бля ветер хуярит напитка включает в себя томатный сок лимонный сок водку соль перец и самое главное соус табаско владимир точечно следует рецепту табаско знаешь сколько стоит чили перчик нормальный по 40 рублей то же самое барная принцесса шейкер из зада шейкер из зада этот ну так то можно заменить но у них абсолютно разные вкусовые эти качества да так то можно и бульдака ебануть хотя он стоит тоже дорого так то табаско он кислый очень кислый нихуя не острый он кислый в любой который я брал был кислый всегда и вот кровавая мэри готова осталось только добавить напиток лед не надо никого долбить руками можно справиться эта фраза точечно объясняет почему владимира до сих пор нет девушки давай нож чё ты блядь кого нахуй украш слово коктейль появилась в девятнадцатом веке в англии тогда были популярны петушинные бои для поднятия боевого духа птицам давали специальную смесь алкогольных напитков которая называлась коктейл в переводе петушинный хвост владимир не случайно сделал первый коктейль именно для себя это некая дань традициям первым делать коктейль для петуха ой петух на актеры бля я недавно узнал что на английском языке павлина это пикок пикок петух на первая партия коктейли от профессионального бармена отправлена на дегустацию несмотря на то что некоторые ингредиенты были заменены никто не заметил разницы там кетчуп да да маска кетчуп вообще к хуево вся разница владимир большая готовит все для следующего коктейля парень является экспертом в элитном алкоголе за это его уже прозвали посейдон пятиозер нептун нахуй давай съебись нахуй отсюда следующим был выбран красить бон акваменом сивый коктейль голубая лагуна владимир максимально контролирует внешний вид напитков следуя рецепту традиционно голубая лагуна украшается ананасом ананас блять ананас нахуй лимончик ананас дорого блять лимончик тоже за речу блять хуево смотрится я сказал про них замерзайку следующий классический коктейль выбранный владимиром отвертка с очень простым рецептом по сути это просто водка с апельсиновым соком этот напиток появился в сша во время сухого закона апельсиновым соком его разбавляли не только чтобы смягчить вкус но и для маскировки наше время он также используется для прикрытия того что у тебя нет денег на нормальный коктейль это охуенный коктейль блять стандартный любит острое ощущение кубок его перед владимир завершил создание барного шедевра и его старания оценили по достоинству я чего водка с соком коктейли не будет делать коктейль отвертку блять владимир отошел от барной стойки и неожиданно решил собрать экспедицию в лес на поиски снежного человека вот сейчас дров наберем и вернемся блять ация прибыла на место и сразу реально уже столько их наделал всем разные наверное пораздавал так ухуярится уже можно было бы у нас тут сзади сидящая мышь так что будь осторожным пилок поискам именно здесь по информации владимира были обнаружены следы йети парень мечтает найти это существо чтобы выяснить секрет усиленного роста волос внимательно осмотрев кадры снятые в этом месте мы обнаружили некий движущийся объект возможно это и был йети обнаружены следы йети парень как найти это существо отсматривая кадры как мы отсматриваем кадры мы обнаружили движущийся объект подобрался еще ближе более того как удалось выяснить позже он отсматривал кадры вместе с нами оказалось это никакой не некий обычный лесной черт не найдя йети экспедиция собрала дрова и вернулась на коктейльную вечеринку заебатая куча получилось владимир процитировал эмбер хёрт у кровати джонни деппо и приступил кваска оу май засмущал мышь но зато она ушла еще на едем на нее фоновлению костра дли надо помешать цитировал эмбер хирт у кровати джонни деппо и приступил к восстановлению костра дли надо помешать серёга кинь мне палку у владимира не получилось с девушками и он решил перейти на другую сторону без нахуй отсюда выйти суколы бишься на создав пламя владимир вернулся за барную стойку как оказалось помимо классических коктейлей парень хочет создать что-то нестандартное коктейль кукамбер огурец егер спрайт или парень хочет создать что-то нестандартная коктейль кук он я думал кукумбер он так и читается кукумбер кукэмба огурчик камбер огурец егер спрайт и лед в основе коктейля кукамбер лежит травяной биттер биттеры это напитки с многовековой историей впервые они появились в древней греции в наше время они стоят недешево но владимир ради хорошего коктейля готов потратить любые деньги недорогие эти биттеры в си биттер травяной блять то же самое что блять и егерь тоже охуенно залетает нет ну вообще альтернатива егерю есть и мы его пили он не такой плохой тот сладенький помнишь но это явно не как егерь из всех нестандартных коктейлей владимир выбрал именно этот не случайно я вообще этот коктейль у кирюхи попробовал на днюхи мне блять вкатил пиздец как рассказал владимир впервые коктейль кукамбер он попробовал на дне рождения своего друга кирилла напиток очень понравился парню и он решил его повторить иными словами кирилл подсадил владимира на свой кукамбер я ждала этого панча по-моему что-то летит на подогревание владимира не случайно дело в том что парень очень хотел чтобы наша съемочная группа рассказала о его авторской линейке напитков это разработанная владимиром уникальная коллекция аббат просто нестандарт каждую из этих бутылок парень вложил часть себя коллекция очень разнообразно над концепцией каждой бутылки владимир работал годами каждый из напитков разработанных владимиром уникален однако даже среди них есть жемчужина коллекции это его любимая бутылка ручной работы владимир завершил коктейльную часть вечеринки однако ее последствия уже видны наша съемочная группа обнаружила оставленный барменом пластиковый стаканчик это наглядно показывает отношение парня к окружающей среде ебала что ли блять это не оставил это вон блять аниме наша съемочная группа решила остановить показ сюжета чтобы разобраться кто именно оставил стаканчик по словам владимира это они как там удалось выяснить они в японской мифологии демон с рогами и красной кожей это аналог европейского черта таким образом сказав что окружающую среду засоряют они владимир признался что это сделал он пола блять опять про меня хуйню какую-то вонянист иди нахуй отсюда блять владимир направился к мангалу парень считает себя профессионалом в жарке мяса на костре именно поэтому он начал нагло оскорблять и унижать действующего мангальщика а все уже переворачивай серёг стало очевидно владимир типичный шашлычный абьюзер чё за бюзер блять абьюз отношения в которых нарушаются личные границы другого человека объявляет допустим на кроман называть типичный шашлычный абьюзер это унижение а потом такой о да это быстрее сейчас эта партия будет готова сразу дожрать бла-бла-бла и жестокость в общении абьюз очень распространенное явление даже среди известных людей можно найти много абьюзеров давайте обратимся к статистике не к этой статистике вот среди можно найти много абьюзеров давайте обратимся к статистике не к этой статистике вот среди топ абьюзеров марат башаров эмма робертс джеймс франко эмбер хёрт и конечно же эмбер чёрт извест джеймс франко джеймс франко эмбер чёрт нахуй сука лень блять я тебе нахуй на подушку настрой по словам эксферта в шашлычный абьюзер блять я тоже получается абьюзер я тебе бутерброд насрать обещал сук Raptor активизируется в период летнего отдыха они всегда недовольны тем что куски нарезаны крупно мясо на шампуры нанизана неправильно а угли слабые обычно шашлычный абьюзер ставит себя выше мангальчика и с высоты раздает унижающие советы надо был огоньки солью посыпать так бы не загорались что заставило парня встать на путь шашлычного абьюза как нам удалось выяснить все это началось много лет На этом архивном видео молодой, но уже невероятно красивый брат Владимира стал первой жертвой шашлычного абьюзера. Тогда Вячеслав просто хотел пожарить мясо, но неожиданно его брат начал распускать копыта у мангала. Я до сих пор не могу забыть тот удар, хотя прошло уже 10 лет. Я не смог дать сдачи, и это уничтожало меня изнутри. Я пытался отомстить, я создал небольшой ютуб-канал, где я рассказывал, что мой брат черт. Но это не то. Ту ситуацию я до сих пор не могу отпустить. Вячеслав до сих пор не может пережить, что тогда не смог дать сдачи. Эта психологическая травма преследует его больше 10 лет. Чтобы помочь парню, наша съемочная группа нашла то самое место, где все произошло, и воссоздала ту самую ситуацию 10-10 летней давности, чтобы дать парню второй шанс. Вячеславу удалось переступить через себя и посмотреть в глаза своему страху. Как оказалось, не так страшен Владимир, как его молюют. Чем полахера сдал? Время был зациклен на том, чтобы доказать всему миру, что его брат лысый черт, у которого нет девушки. Как оказалось, все это было лишь последствия детской травмы. Сейчас парень отпустил ситуацию, а значит, говорить что-то плохое о брате ему больше не нужно. Сегодня Вячеслав смог победить свой страх и начать жить полной жизнью, подводя итог, можно сказать одно. Бесспорно, раньше Владимир был агрессивным и злым. Спорно, он стал спокойнее, но волос на голове стало меньше. Вячеслав, у меня снова психологическая травма, а значит, Владимир снова черт, специально для России 23. Кто б сомневался. Спасибо за просмотр. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok